Что страшнее, прививка или болезнь? Сейчас речь идет о полиэмилите. Это тяжелое вирусное заболевание, поражающее спинной мозг. Благодаря прививкам от полиэмилита детям у ребенка формируется устойчивость к вирусу. Как прошел первый этап вакцинации в Прикуманском районе, насколько родители понимают важность данной процедуры, расскажет Алла Качиева. Участковая больница Николаевского, помимо этого, села обслуживает и жителей нескольких близлежащих населенных пунктов – пристани Привольного и Койдана. Сейчас, когда вопрос вакцинации от полиэмилита актуален, в лечебное учреждение обращаются родители, чьи дети должны пройти иммунизацию. Они спрашивают, сколько прививок нужно делать, заразны ли дети, как лучше подготовиться и что следует учесть. На самые распространенные вопросы медики дают исчерпывающие ответы. Очень много лишней информации. Информация из интернета, информация в этих чатах родительских. Одна передает другой, не зная общей полной информации, не зная всего, даже не считая про заболевание, даже не зная про эту прививку, начинают друг другу передавать информацию. Пугать друг друга начинают. Кто-то что-то еще добавляет от себя. И вот это все началось с паника, начинают все истерить, паниковать. Я хочу сказать, что это не новая прививка. Это все то, что делалось каждыми поколениями, нам делалось, нашим родителям делалось. Ведь полиомелит является серьезным инфекционным заболеванием, который в стадии развития приводит к инвалидности в случае поражения серого вещества спинного мозга. Полиомелит – это заболевание, вызывающее вирусами, которое поражает нервную систему. Очень опасно для детей до 7 лет. Очень опасно, очень заразно. Поэтому мы и боимся этой возрастной группы, что они заразятся и заболеют. А симптоматика у заболевания такая, что ее схожа очень с обычным ОРВИ. И сразу распознать ее очень тяжело. А последствия очень плачевные и приводят к инвалидности практически в большой процентной ситуации. Как говорят медицинские работники, прививать можно только здорового малыша. Не должно быть кашля, насморка, повышенной температуры, расстройство пищеварения и аллергических симптомов. Мы советуем привиться детей и не думать, не слушать. Все, что всю лишнюю информацию, которая идет из чатов, а слушать докторов, слушать ту информацию, которая должна быть, а не та, которая идет с улицы. И еще доктора предупреждают. Нормальная реакция на иммунизацию, небольшое покраснение, отечность. Эти явления вскоре проходят. Хранимы препараты строго по инструкции. Вот на верхней полке у нас содержится живая вакцина. Дальше идет ацербированная вакцина. Все с соблюдением температурного режима, холодовой цепи. У нас охладоэлементы есть в морозильнике, морозильной камень. Поэтому все делаем по инструкции. Родителям бояться нечего и не надо. И не слушать всякую политическую информацию, которая влияет на вот эти все торовые датчики полиомиелита. В недавнем прошлом, благодаря масштабной вакцинации, в России почти удалось забыть о страшной угрозе. Прививка против полиомиелита формирует длительный иммунитет к вирусу у всех типов и у 95% привитых уже после первого курса. Чтобы дети росли здоровыми, чтобы не было никаких проблем, не было ни массовых заражений, надо, конечно, прививаться и следить за всем этим, без паники, как я считаю. Алла Качива, Ахмат Чучаев, Ислам Урумов, Вести Карачева, Черкесия, Прикубанский район.